Уважаемый президиум, уважаемые коллеги, я рада представить здесь детский институт и рассказать о наших проблемах и о том, как мы, в общем-то, справляемся с меньшим или большим успехом с этими проблемами. И наш доклад сегодняшний посвящен такой сложной категории пациентов, как пациенты с рецидивами сарком мягких тканей головы и шеи. В этом году, в июне 2019 года, был опубликован документ сводный, который, в общем-то, свел воедино все достижения, все клинические исследования и весь накопленный опыт в лечении сарком мягких тканей у детей. Частота обнаружения различных вариантов сарком мягких тканей у детей представлена на слайде. На долю рабдомиосаркомы приходится 4%, на долю других сарком 3%. И тем не менее, это достаточно частая опухоль, которая локализуется на голове и шее. То есть мы часто имеем дело с этими пациентами. По статистике, доля рабдомиосаркомы с возрастом снижается, а вот доля других сарком начинает, в общем-то, превалировать в других возрастных категориях. Что касается распространенности процесса, то локализованные стадии, локально распространенные и отдаленные метастазы, в общем-то, одинаково встречаются, вот это соотношение в детском возрасте. И, наконец, поражение головы и шеи уменьшается с возрастом, поэтому детские онкологи имеют дело именно с такими тяжелыми пациентами. На слайде представлена ТНМ-классификация, которая отражает отдельную графу для опухоли головы и шеи, где размер имеет значение. И, в общем-то, Т1 – это опухоли, которые не превышают 2 сантиметров. Любая инвазия – это уже Т4. Отмечены генетические факторы риска. Это и синдром Лиф-Румени, и семейный аденоматозный полипоз, мутация РБ1-гена, ассоциации с марси-Би-1, ассоциации с экстрарональной рапдоидной опухолью, нейрофиброматоз первого типа, синдром Вернера или синдром раннего старения, туберозный склероз и комбинированный иммунодефицит. Факторы риска развития рапдомиосаркома, но они, в общем-то, с годами не изменились и представлены на слайде, и все мы их, конечно, хорошо знаем, поэтому позвольте не останавливаться. Вот к саркомам мягких тканей относится внескелетная саркома Юинга, и все современные протоколы включают именно этот вариант саркома Юинга в план лечения. И на долю внескелетной саркомы Юинга приходится 18%, то есть тоже мы с этой опухолью встречаемся. Существуют для этой опухоли факторы риска, это центральная локализация, куда попадают органы головы и шеи, возраст подростковый старше 14 лет и большой объем опухоли, ну и, естественно, наличие метастазов. Факторы риска при других мягкотканных саркомах отличных от природы рапдомиосаркома. Гистологический тип, как мы знаем, есть саркомы мягких тканей устойчивы к многим видам лекарственного лечения, к лучевой терапии. Степень дифференцировки, недифференцированные опухоли имеют худший прогноз. Анатомическая зона первичной опухоли, верхняя челюсть, основание черепа считается неблагоприятной локализацией. Безусловно, размеры опухоли, микроскопические, когда определяются клетки в краях резекции, ну, естественно, наличие метастазов. Лечение рецидивов. Что я здесь хотела показать? Что лечение рецидивов мягкотканных сарком, оговорено, идет по индивидуальному плану, персонифицированная терапия с учетом предшествующего лечения, локализации, с учетом гистотипа опухоли. То, в общем-то, тоже можно сказать и о саркоме Юинга. Отсутствуют на сегодняшний день протоколы лечения для рецидивных пациентов. Эпидемиологические данные мы сегодня представим, что в нашем институте происходило за последние 9 лет. Всего 184 пациента проанализировано. Рецидивы мягких тканей возникли у 19%. Рабдомиосаркома эмбриональный вариант представлен среди 184 пациентов, наверное, самый частый был вариант. Альвеолярная рабдомиосаркома реже выявлялась. И без уточнения варианта. Тут также редко у нас такие случаи бывают. Не рабдомиосаркома подобные опухоли. И здесь мы чаще имеем дело с такими опухолями, как примитивная нейроэктодермальная опухоль, саркома Юинга, недифференцированная саркома, ну и дальше по убывающей. Обращают внимание, что степень злокачественности у большинства пациентов была G3. Локализация первичной опухоли. В подавляющем большинстве случаев это была параменингиальная локализация. Лечение. Большинство пациентов, конечно, получают химиотерапию. Больше половины получили лучевую терапию. Половине пациентов проводилось хирургическое лечение в разных объемах. И, как мы видим, у нас формируется небольшая группа пациентов, которым мы пытаемся проводить таргетную терапию. Ну, химиотерапия представлена, наверное, широкий спектр химиопрепаратов, которые использованы. Разное количество курсов, в общем-то, проводилось пациентам. Персонифицированная терапия. Хирургическое лечение также представлено в разных объемах. Это и удаление верхней челюсти, и удаление мягких тканей, изолированных, удаление опухоли основания, черепа. Редко бывает, что опухоль поражает решетчатый лабиринт, и удаляется только опухоль решетчатого лабиринта. Лучевая терапия на область локального рецидива проведена практически у 50% пациентов, на регионарные метастазы у 1,5% пациентов, и также облучались зоны отдаленного метастазирования. Результаты. Период наблюдения от 11 до 50 месяцев. Живы 20 пациентов. Из них с признаками рецидива живут 6 пациентов. Умерли от прогрессии рецидива 12, умерли от осложнений лечения четверо. И вот такую мы получили выживаемость после рецидива. Это говорит о том, что сложная группа пациентов, и мы не скрываем эти данные, они на сегодняшний день плохие. И с этим надо что-то делать. И, наконец, хочу представить клинические случаи, которые отражают весь полиморфизм только одной опухоли, рабдомиосаркомы, и все многообразие клинических проявлений течения заболеваний, которые, по-видимому, на сегодняшний день все-таки корнями своими уходят в генетику опухоли, о которой мы, в общем-то, пытаемся узнавать больше, но еще недостаточно. И наша, наверное, будет следующая задача – это связать вот эти генетические представления, над чем, в общем-то, весь мир, и бьется все-таки с возможностью лекарственного лечения или какого-либо другого воздействия терапевтического. Пациент с синдромом Лейфроумени. Синдром описан авторами в 1969 году. Аутосомно-доминантный тип наследования. Возникает мутация белка 53. Клинические случаи. Вот пациент впервые заболел, когда был маленьким, ему было 3,5 года. Возникла эмбриональная рапдомиосаркома левой орбиты. В родословной у пациента опухоли возникали и со стороны отца, и со стороны матери в зрелом возрасте. В рожденных сарком детского возраста у пациентов родословной не отмечено. Вторая опухоль возникла в 2008 году. Диффузная баклеточная лимфома. Следующая опухоль. Обращаю внимание, что промежутки сокращаются. Хондробластный вариант. Остеосаркома левой ключицы. По поводу чего проводилась химиотерапия и экстерпация ключицы. В 2004 год рапдомиосаркома мягких тканей шеи и остеосаркома обеих лопаток и крестца. И, наконец, исход – это мелодиспластический синдром с исходом в лейкоз, от чего пациенты погибают. Что интересно, он был в первом случае излечен от рапдомиосаркомы. И повторно хирургическое лечение, и мы наблюдали за этой областью, и здесь не было, в общем-то, никакого рецидива. Вот такой интересный случай. Безусловно, это генетически обусловленное течение саркомы. Синхронное развитие двух и более опухолей, с чем мы, в общем-то, на сегодняшний день отсутствуют такие схемы протокола лечения. И сложность вот этого одновременного даже персонифицирования терапии вот для такой группы пациентов. А случаи у нас такие накапливаются. Второй клинический случай. Девочка 4,5 лет, все типично, заболела в июне 2013 года, резкая боль в ушах, лечилась от ларинголога по поводу отита. Через месяц выявлена опухоль в подвисочной ямке с распространением на правую крыловидную ямку, вставной отросток нижней челюсти, височную область. По морфологии. Вот тут начинается самое интересное. Мы получаем морфологическое заключение, где, в общем-то, все типично. Рабдомиосаркома, веретеноклеточный вариант строения. Проводим иммуногистохимическое исследование, получаем все маркеры, типичные для рабдомиосаркомы. Однако при проведении фиш-реакции было выявлено транслокация участка 22-12, но в небольшом количестве клеток. Проводится морфологический консилиум, и он говорит о том, что эту саркому надо рассматривать как саркому сложного строения, в которой превалирует вот этот компонент рабдомиосаркомы, но имеются участки примитивной нейроэктодермальной опухоли. Лечение. Первичное пациент получает стандартную терапию, химиотерапию, хирургическое лечение, удаление опухоли, пластикодефекты правой кивательной мышцы и адювантную химиотерапию. Пациент уходит без признаков остаточной опухоли и наблюдается. Наблюдается 17 месяцев, через 17 месяцев возникает локальный рецидив. Проводим противорецидивную вторую линию химиотерапии, иссякаем ткани, не получаем каких-либо клеток, получаем патоморфоз четвертой степени. Пациент наблюдается, и через 6 месяцев опять же возникает локальный рецидив. Удаление рецидивной опухоли и лучевая терапия. И вот что мы видим через 19 месяцев. В области подключичной вены возник тромбоз, который поднялся по сосудам шеи и спустился в грудную полость, достиг правого предсердия. Здесь хорошо видно эту ситуацию, но, к сожалению, здесь уже осложнение тромбоза, инфаркт легкого, постинфарктная пневмония. Но, к сожалению, мы этому ребенку не смогли помочь. И особенности этого случая – сложное строение саркомы, обусловленное генетическими мутациями. Агрессивное такое течение и необычное биологическое поведение все-таки не дает метастазы, а дает постоянные локальные рецидивы. И, конечно, в этом случае мы имели дело с нарастающей рефракторностью к лекарственной терапии. Наконец, клинический случай 3. Альвеолярная рапдомиосаркома. 2010-2011 год. Пациенту было 2 года. 8 курсов химиотерапии. Через год локальный рецидив. Удаление опухоли, химиотерапия, лучевая терапия. Через год рецидив. Еще через 2 года. Еще один рецидив. Удаляется опухоль. Проводится удаление опухоли. Лекарственную терапию не назначают. В 2015 году, это несколько месяцев проходит, четвертый локальный рецидив. Опять удаляется. Здесь уже мы увидели, есть возможность провести, еще дать дозу лучевой терапии. И, в общем-то, провели еще химиотерапию. Нашли ресурсы. Через 2 года. Пятый рецидив. Химиотерапия. Опухоль уходит. Каждый раз мы отпускаем пациента без признаков опухоли. Шестой рецидив. 2018 год. Химиолучевая терапия. Ребенок жив. Ребенок жив и сохранен. Ходит на своих ногах, в общем-то, и посещает школу. Генетическое исследование нам удалось выполнить. И вот что мы видели. Что в пятом экзоне гена маммл-2 находится замена в гетерозиготном состоянии. И вот этот ген, он участник сигнальных путей, который ассоциирован, в общем-то, с канцерогенезом. И клинические особенности этого случая. Связь, опять же, с генетическими синдромами, мутациями и хромосомными аберрациями. Высоко-злокачественная, в общем-то, опухоль. Значительная распространенность мы имеем вот этих рецидивных опухолей. Рецидивы преимущественно возникают у лиц женского пола. Вот так мы отметили, вот это мы увидели. И что при опухолях отличных от природы рабдомиосаркомы мы также видим позднее гематогенное метастазирование. Ну и, конечно, нарастающая рефракторность к лекарственному лечению. Сопоставили клинические особенности рабдомиосаркома и опухоли, отличные от природы рабдомиосарком. Здесь мы увидели, что при возникновении рецидива преобладают девочки. Средний возраст был выше при рабдомиосаркоме. В основном это были локальные рецидивы. Все-таки в среднем довольно рано возникали, ну практически чуть больше, чем полгода. Да, и мы увидели, что часто локализация опухоли, которая давала вот эти рецидивы, была носоглотка и подвисочная ямка. Вот так у нас получилось. В то время как для нерабдомиосарком подобных опухолей мы такой не заметили, в общем-то, какой-то особенности. Ну и гистологические варианты. Всем понятно, что это был альвеолярный вариант при рабдомиосаркоме, а при нерабдомиосаркоме очень тяжело протекает примитивная нейроэктодермальная опухоль. Ну и выводы. Большое морфологическое разнообразие в пределах даже, казалось бы, одного, в общем-то, гистологического варианта саркома. Нарастающая рефракторность, ограниченные терапевтические ресурсы, низкие показатели выживаемости. Ну, все это, в общем-то, ставит на первое место изучение генетических особенностей, изучение влияния вот этих мутаций как на течение заболеваний, так и на поиск новых терапевтических подходов. Спасибо за внимание. Большое спасибо. Очень интересный доклад, такой впечатляющий, на самом деле. Есть ли вопросы у Сергея Олеговича? Больше, может быть, дискуссий. Спасибо большое за доклад. Эмбриондальная рабдомиосаркома для детей, это понятно. Мы сталкиваемся с ситуацией тяжелейшей у взрослых, когда рабдомиосаркома верхней челюсти, нижней челюсти и так далее. Тяжелейшее течение болезни. Понимаем, что можно делать неодевантную химиотерапию и так далее. Здесь во взрослом организме немножко другая ситуация, немножко другое течение. Вопрос к докладчику. Новая классификация ТНМ, восьмое издание, не дало нам данные по эмбриональной рабдомиосаркоме, как мы хотели, готовится новый вариант. Какие вы видите, как детский онколог, перспективы в лечении рабдомиосаркомы, в частности эмбриональной? Хорошо. Все лечение в детской онкологии, оно основано на протоколах, которые давно изучены, и с постоянными изменениями эти протоколы внедряются, и мы знаем, какой эффект мы должны получить. То есть для параменингиальных опухолей общая выживаемость до 75% – это в мире. Вот на сегодняшний день мы такого достичь не можем. И есть комплекс причин. В первую очередь позднее обращение. Во второй очередь ошибки диагностики. Потеря времени, когда диагноз уже поставлен, но доехал до специального учреждения. То есть да, опухоль хорошо лечится в детской онкологии эмбриональной, в отличие от взрослых. Но вот именно к пациентам с опухолями головы и шеи, с саркомами головы и шеи должен быть пристальный такой подход. Все по протоколу, но как только есть отклонения, и мы видим, что мы достигли стабилизации, и мы видим, что мы не получаем эффект от лекарственной терапии, терапия должна быть модифицирована и персонализирована. Если я правильно поняла ваш вопрос. Замечательно. Если без протокола. Мы не лечим без протокола, нам нельзя. Мои коллеги работают в регионе. У них нет протоколов. Что им делать? Золотой стандарт лечения эмбриональной рапдомиосаркомы – это венкристин, дактиномицин и циклофосфан. И лучше этого проводилось сравнение, когда брали в эту схему, вводили вместо циклофосфана и фосфамид. Вот в этом документе отражено, что разницы не получили. Золотым стандартным остается ВАГ. Доклад очень интересный и такой откровенный. Скажите, вот вы используете генетический контроль только в научных исследованиях или у вас в практической работе используются? Спасибо за вопрос. Этот вопрос для нас очень актуальный. Мы бы рады были использовать в таком клиническом проявлении. Да, денег нет. Вот честно скажу, все это ложится на плечи фондов. У нас, слава богу, есть фонды. Если не родители, то фонды оплачивают. Пытаемся делать. От 7 тысяч начинается разговор, смотря что смотрят. Нет, нет, рублей. Рублей – это один маркер. Вот от этого начинается разговор. Но, как правило, он нужен не один, а генетическое секвенирование. Но вы понимаете, в какую, в общем-то, это выливается сумму. Всегда, когда рассказывают про детей, очень жутко становится. И поэтому, как видно, как вы боретесь за этих детей, прям, не знаю, хочется поклониться. Спасибо. У меня вопрос такой, может быть, не совсем типичный. Когда мы так долго занимаемся больным, взрослым, естественно, на определенном этапе мы понимаем, что мы хотим его протипировать на PDL, на MSI. У вас ни в одном докладе нет, что вы пытались это сделать по какой-то причине? Да, нет, пытались это до нас сделать, это, в общем-то, описано. И если бы мы были сейчас на каком-то детском съезде детских онкологов, то показали бы огромную панель тех генетических мутаций и ингибиторов вот этих чекпоинтов, которые проводятся при саркомах. Вот я говорю, весь мир борется над этой проблемой, не нашли. Поэтому мы можем только констатировать на примере вот таких клинических случаев, что это есть, что вот это отмечено. И может быть, действительно, вот этот ночь путь имеет смысл делать у хотя бы рецидивных больных. Но мы сделали у другого пациента, который пережил 4 рецидива, и не нашли его. Поэтому вот полиморфное заболевание, и сложно провести корреляции. Как ни печально, мы бы рады были. И вот тот таргет получить и в конце концов дать его. Ну вот нет. Спасибо за доклад. Очень интересный. И такой вот современный, можно сказать. В связи с этим у меня вопрос такой. Трудно ли отдифференцировать раду миосаркому и примитивную нейроэктобермальную опухоль? У нас конкретный пример. Вот у меня больная была, которую мы долгое время лечили как раз по поводу примитивной нейроэктобермальной опухоли. Исчерпали свои моменты, отправили ее на консультацию в Гейдельберг университет. Они нам присылают, что у них других возможностей лечения нет. Но диагноз установили, что у нее рада миосаркому. Да, спасибо за вопрос. И примитивная нейроэктобермальная опухоль и рада миосаркома все относятся к единой группе мелкокруглоклеточных опухолей. Иногда еще добавляют слово «синие». Потому что по гистологическому виду они представляют собой такие клеточки синие. И вот диагноз окончательный. По форме клеток можно иногда понять, что мы имеем дело с рада миосаркомой. Но все-таки нужно проводить иммуногистохимическое исследование. И для всей группы опухоли семейства саркома Юинга типично, что выявляется CD-99. Как маркер. При отсутствии CD, допустим, 45. А для рабдомиосаркомы это миогенин и так далее. Вот эти вот маркеры именно иммуногистохимические. Это иногда единственный способ поставить диагноз иммуногистохимическое исследование. Но в ряде случаев, как я представила клинический пример, ФИШ сделали совершенно случайно, чтобы сократить нам диагностический поиск. Забрали опухоль при биопсии, сразу отдали на ФИШ и сразу отдали на гистологию и иммуногистохимию. И по ФИШ мы получили в 6% клеток только вот эту характерную транслокацию. Ну вот что говорит о том, что позволило отнести эту опухоль и нам понимать, что течение этого заболевания будет нехорошим, при том, что это рабдомиосаркома. Спасибо, Татьяна Викторовна. Я думаю, что мы перейдем сейчас к следующему докладу с учетом времени. И следующий доклад тоже будет, да, вы представлены. И будет посвящен также проблеме детей. Это причины и частоты рецидивов рака щитовидной железы у детей. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, мы провели анализ причин и частоты рецидивов рака щитовидной железы у детей. По структуре рак щитовидной железы редкая опухоль детского возраста. Но специалисты, которые работают в отделениях опухоли головы и шеи, встречаются с этим заболеванием достаточно часто. Потому что рак щитовидной железы составляет до 40% злокачественных эпителиальных опухолей. Вот такая история. По морфологии у детей преобладает популярный вариант заболеваемость. Чаще болеют девочки. Средний возраст 8-14 лет. До 6-летнего возраста встречается, но всего в 20% случаев. И в России это 1,3 случая на 1 миллион детского населения в год. На слайде представлена морфологическая классификация, которая отражает все многообразие вариантов рака щитовидной железы. К особенностям надо отнести преобладание высоко дифференцированных форм. Часто представляет собой агрессивную опухоль. Характеризуется быстрым местным ростом, инвазией и наличием отдаленных регионарных метастазов. И тем не менее, у детей рак щитовидной железы течет более благоприятно. Однако это все равно не исключает развитие ранних рецидивов. Особенности популярного рака щитовидной железы. Мы сопоставили данные литературы и наши данные. Вот что мы выявили, что чаще мы выявляем отдаленные метастазы. Наши данные укладываются в мировые цифры, а вот отдаленные метастазы у детей выявляются чаще. Факторы прогноза для популярного рака. Как представлено на слайде, гистологические типы популярной карциномы, диффузный склерозирующий, солидный вариант. Все относятся к неблагоприятным факторам. Размеры опухоли, многофокусность поражения, наличие метастазов, прорастание капсулы щитовидной железы, детский возраст до 3 лет. Ну и, конечно, нерадикальная операция. Частота поражения лимфатических узлов. У детей чаще поражаются пара- и претрахеальные, и паравазальные. Ну, что, конечно, требует проведения радикальной шейной лимфодисекции. Какие же существуют проблемы лечения рака щитовидной железы? Ну, отсутствуют единые четкие клинические рекомендации комбинированного лечения, комбинированного, подчеркиваю, у детей. А мы привыкли жить по клиническим рекомендациям. Нет ясности в вопросе необходимости коррекции лечения у пациентов детского возраста в зависимости от морфологических подвариантов. Ну и, конечно, дискутабельным остается вопрос о показаниях, о роль, о дозах радио-йод терапии при раке щитовидной железы. Алгоритм лечения пациентов с папиллярным раком щитовидной железы. При отсутствии неблагоприятных факторов проводится гемитиреотектомия с осечением центральной клетчатки шеи. Получаем плановое гистологическое исследование. Если присутствуют неблагоприятные факторы, о которых я говорила, то проводится тиреоидектомия, последующая радио-йод терапия и супрессивная гормональная терапия. Факторы прогноза для фолликулярного рака. Надо сказать, что фолликулярный рак у нас практически не имеем дела с рецидивами. Это единичные пациенты. И тем не менее гердонеклеточная карцинома, которая практически не встречается в детском возрасте, фолликулярный рак с инсулярным компонентом крайне редко встречается. Тоже единичное наблюдение. Широко инвазивный фолликулярный рак. Это все неблагоприятные гистологические типы. Конечно, многофокусность, наличие метастазов, размеры опухоли, прорастание капсулы и нерадикальное хирургическое лечение. Алгоритм лечения пациентов с фолликулярным раком должен быть основан на предоперационной диагностике, которая включает обязательно тонкоигольную биопсию. При сочетании отсутствия неблагоприятных факторов гематиреоидэктомия, наличие любого из неблагоприятных факторов тиреоидэктомия, дальше проводится радио-йод терапия и супрессивная терапия. Минимально инвазивный фолликулярный рак и уровень тиреоглобулина ниже 10 нанограмм в миллилитре, заместительная гормональная терапия. Опыт лечения первичных пациентов. Такой вот у нас была проведена такая работа. Анализировали опыт лечения до 1999 года и с 2000 года. В первом случае применялся органно-сохраняющий подход, во втором случае дифференцированный подход. И что же мы получили? Что подход на основе кистологического, морфологического варианта в первую очередь должен определять объем хирургического лечения. Затем идет для комбинированного лечения распространенность опухолевого процесса. Вот результаты такого анализа, что риск развития рецидива при попиллярном раке после проведения органно-сохраняющих операций по сравнению с тиреоидэктомией и лечением радиоактивным йодом был повышен в 2,5 рада до 1999 года. Причина рецидивов и повторных операций. Неполное обследование, неполный охват всех зон, где могут быть метастазы, ошибочные диагнозы, неадекватные операции в непрофильных учреждениях, отсутствие четкой морфологической верификации, отказ от проведения радио-йод-терапии после тиреоидэктомии и отказ от проведения супрессивной гормональной терапии. Наши результаты представляем. Анализ почти 300 случаев. Преобладал попиллярный рак. Возраст пациентов от 11 до 17 лет. Рецидивы возникли у 14 пациентов. Время возникновения от 3 месяцев до 2 лет. Причем в 7 случаях это были наши рецидивы. Они первично лечились у нас. А в 7 случаях уже обратились к нам пациенты, имея рецидивы. И были случаи повторных рецидивов в виде поражения лимфатических узлов через 7-9 месяцев у троих пациентов. Морфологические варианты. Естественно, преобладал попиллярный рак. И был как раз этот пациент с фолликулярным раком, с инсулярным компонентом. Мы сопоставили вот эти причины неудач. Что же было не так? По месту жительства охват ультразвуком и проведение тонкоигольной прицельной биопсии было в общем-то в 100% случаев. И тем не менее, по ультразвуку подозрения на рак меньше чем 30%. По тонкоигольной биопсии меньше чем в половине случаев. Рентгенография грудной клетки была сделана только в 71-м случае радиоизотопное исследование у одного пациента, по которому было выставлено подозрение на злокачественную опухоль. Таким образом, только у двух из семи пациентов на предоперационном этапе был установлен диагноз подозрения на рак. То есть уже хирурги шли не на правильный объем. У нас 100% охват естественно лечением. У всех было установлено либо подозрение, либо рак щитовидной железы. Соответственно, вот это неполное обследование привело к тому, что у пяти пациентов не было стадии заболевания. У тех, что были, были распространенные стадии заболевания. Наши пациенты все имели распространенные стадии заболевания. И регионарное поражение лимфатических узлов. Объем первичных операций. Ну, как видите, не радикальный. В двух только случаях была проведена тиреотектомия. В нашем случае все тиреотектомии и сечение центральной клетчатки шеи. В двух случаях дополнена лимфодисекция с одной или с двух сторон. По два случая. Радиоиодтерапия. Все, кто к нам обратился с рецидивами, все получили радиоиодтерапию. Достаточно ранние сроки. Договаривались, отправляли, настаивали на раннем проведении. Вот пациентов с метастазами в легкие проводилось от трех до пяти курсов вот такой радиоиодтерапии. Почему я об этом говорю? Ребенок в этот момент находится в гормональном голоде. Ему надо учиться посещать школу. Как? Возникают проблемы у самого ребенка и проблемы в семье. Родители не справляются с подростковым возрастом. То есть, вот это все связано и с социальными проблемами тоже. Результаты. Провели регрессионно-факторный анализ. И вот какие мы получили результаты. Что же влияет на прогноз при раке щитовидной железы? Ну, прежде всего, морфологическая структура опухоли, радикальность операции и ошибки в диагностике. Вот ошибки диагностики по своей значимости сопоставимы с нерадикально проведенной операцией. И, собственно, они и приводят к этому. Современная стратегия диагностики и лечения пациентов с популярным раком. Комплексное предоперационное обследование рекомендуется. Комплексное предоперационное обследование полное. Лечение в специальных онкологических учреждениях. Пожизненное наблюдение онкологам. Мы их передаем под наблюдение взрослых онкологов и наставим на пожизненном наблюдении. Объем хирургического вмешательства все-таки при популярном раке тиреоидэктомия с обязательным удалением лимфоузлов и центральной клетчатки шеи при стадии заболевания больше, чем Т1А. И рекомендуем комбинированное лечение в случае тиреоидэктомии дополненной с опрессивной гормональной терапией. Лечение рецидива. Удаление всей остаточной ткани щитовидной железы. Последующая радиоидотерапия. Выводы. Основными причинами рецидивов были неполное обследование больного, ошибки диагностики, неправильный выбор объема операции, без учета морфологического строения и проведения операций в неспециализированных учреждениях. При расширенных операциях рецидивы могут быть обусловлены наличием скрытых микрометастазов как в лимфатическом коллекторе шеи, так и отдаленно. Для исключения скрытых метастазов необходимо проведение радиоидиагностики и мониторирование уровня тиреоглобулина и антител к тиреоглобулину. Ну и результатом проведения вот такого дифференцированного подхода к лечению детей все-таки явилось в том, что у нас снизилось количество рецидивов по сравнению с 99-го годом с 25 до почти 5%. Спасибо за внимание. Да, спасибо, Татьяна Викторовна. Коллеги, пожалуйста, сегодня самый активный у нас Сергей Олегович, пожалуйста. Пожалуйста, мы вам даем такую... Спасибо. Мы теряем в Российской Федерации школу морфологическую. Да. К сожалению. Да. Я это констатирую. Да. К вам вопрос следующий. Ну, по взрослым понятно. Дети, допустим, 7 лет, ребенок, папиллярная аденокарцинома, вы выполнили тиреоиды к томии, метастазов нет, все нормально, да? Да. Морфологи дают ответ прорастание капсулы. Вы будете назначать одевантную терапию этому ребенку, в частности, радиоид-терапии? Не будете ли вы перелечивать этого больного? Спасибо за вопрос. Пациент идет на радиоид-диагностику в случае отсутствия патологического накопления радиоактивного йода. На этом лечение заканчивается. Но бывают иные ситуации клинические, когда мы вот эти скрытые метастазы выявляем только на радиоид-диагностике. И, конечно, дальше проводятся лечебные курсы. А вот доза, которая проводится, которая подводится при радиоид-терапии, она широко варьируется. И вот тут зависит все от школы. Наблюдаем, потом эти дети к нам приходят. То есть вы предлагаете наблюдать динамически такого пациента? Если нет накопления, то наблюдать динамически. Нет, ни в коем случае. Это не дифференцированный подход. Пожалуйста. У меня продолжение вопроса. Вот то, что вы сказали, фактор, требующий реоперации доведения до тереодоктомического статуса йода. Осценивается экстратереодный выход как ТНМ-8 все-таки уже с инвазией истинной мышц передней шеи или минимальный выход клетчатки? Минимально все равно. Даже если проросло капсулу и вышло, вот всегда вот этот большой вопрос. У нас особенности... Возрослым уже как бы решили. Ну, особенности детей, потому что подготовлен морфолог, их не так много морфологов. Постоянно на связи. Просто сейчас истинным экстратереодным выходом считается инвазия передних мышц. А минимальный как бы не является показанием. Как только вышло за пределы капсулы, вот нам дают морфолог. Я считаю, что вот все-таки есть здесь инвазия и прорыв этой капсулы. Все, мы однозначно расцениваем это как неблагоприятный фактор. Да, тут вопрос, Сергей Олегович, не перелечивание ли это? Ну, дальше и ради ее задумываться. И дальше следующий вопрос именно к этому. Почему? Вот, ну, понятно, что у вас ретроспективный анализ. Все-таки сейчас имеет значение мутации BRAF и TERT. Да? И, конечно, вот опять же, если есть минимальная инвазия, есть BRAF или TERT, мутации, понятно, здесь нужно делать то, что вы говорите. А если мутации нет, то, может быть, это как раз контингент детей с минимальным выходом. Но все-таки не нужно проводить такую агрессивную терапию и радиотерапию. Поэтому вопрос следующий. Вот, если данные о рецидивах, да, то есть во взрослой популяции мы знаем, что, как правило, радиотерефрактерные, рецидивы, сбрав мутации, как правило, радиотерефрактерные. И это требует назначения уже мультикиназных ингибиторов. Вот в детской практике такие исследования были или нет? И есть ли дети, которые при рефрактерности, я просто не знаю, получают мультикиназные ингибиторы терапии? Спасибо за вопрос. Очень такой интересный вопрос. Ну, поскольку всем, наверное, хорошо известно, что все таргетные препараты в детской онкологии off-label, то есть мы их не имеем права назначать, нет рекомендаций, поэтому широко и не назначаем. Те случаи, которые у нас были, когда пациенты поступали настолько распространенным раком щитовидной железы, когда все начиналось и заканчивалось страхиустамией, и больше мы ничего сделать не могли вот с этими пациентами, конечно, говорит о том, что нужно искать альтернативные подходы. Но на сегодняшний день мы крайне ограничены именно в таргетной терапии. Пока она еще к нам не дошла. Исследования, ну да, мы только знаем по взрослым, таких вот в детском, чтобы набрали группу и нам сказали, что давайте, ребята, начинайте хотя бы вот с таких-то пациентов. Нет, такого нет. А мы очень сами осторожно к этому относимся. Можно начинать все-таки у детей тоже смотреть брафтер-мутации и вот этот материал набирать и дальше появятся уже аргументы для этого вопроса. Возможно, да. Коллеги, давайте поблагодарим Татьяну Викторовну. Татьяну Викторовну. Продолжение следует...